Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас видео про покраску волос. Пора, пора, давно пора. Итак, поехали. Мы будем с вами красить волосы по технике Мардансаж. Корни уже вот так сильно отросли, уже сантиметра два точно, даже больше. Почему именно так? Я вообще планировала осветлиться, но девочки конкретно лядные мне отговорили, сказали, что можно сделать Мардансаж, чтобы цвет лучше схватился. Такую технику применяют в основном профессионалы в профессиональных салонах. Мы с вами будем делать ее впервые. У меня окислитель Алин, трешка. Все это я заказывала на сайте Рандеву. Я вам ссылку на сайт и промокод оставлю. Кто не видел заказ, распаковку. Краска Алин. У нас с вами оттенок 8,1 плюс 8,21. 8,1 это пепельный, 8,21 светло-русый, фиолетовый, пепельный. Так, и у нас с вами корректор фиолетовый 0,22. Который тоже будем добавлять в краску. И взяла его для последующей потом тонировочки. Так, что такое Мардансаж? Это когда мы с вами, если нас краска плохо берет, у нас с вами плотный волос, тяжелый, допустим, как у меня, когда желтизна вылезает на корнях, вот у меня последние две покраски, она вылезала, да, и приходилось корректировать цвет потом тонировкой краской. Мы можем с вами с помощью окислителя немножко волос разрыхлить и подготовить краски, чтобы он лучше в себя впитал пигмент. Спасибо, Ляне, за рекомендацию. Сейчас попробуем, конечно, я надеюсь, мне это поможет. Чтобы не осветляться, не губить волосы, мы с вами перед покраской прям непосредственно берем окислитель тройку или максимум шестерку, но я думаю, тройку лучше больше не надо. В интернете есть вообще вся информация. наносим его на те участки, которые у нас плохо забирают краску, да, плохо окрашиваются, держим 20 минут, потом смываем и сразу наносим краску. Волосы, только окислитель, вот чистый окислитель, тройку, волосы разрыхляются, волосы становятся таким, как бы, ну, не знаю, объясните, чешуйки все открываются, в общем, он лучше впитывает краску. Так говорят, я пробую первый раз. У меня тройка, и буду я наносить где-то примерно на 5 сантиметров от корней, потому что там у меня может возникать желтизна. Начну с затылка, там вообще краска плохо берется, там седины нет, и там она хуже всего схватывается. И потихоньку вперед, здесь в основном седые волосы, все видите, потихоньку буду переходить вперед. Я прям, наверное, руками, без всяких перчаток и кисточек возьму и вот так вот буду по проборам распределять на сухие волосы. Давайте начнем вместе с вами. Прям вот в руку наливаю, конечно, лучше это делать в перчатках, но я не люблю. Кстати, жиденький такой окислитель. Так, и вот так прям по проборчикам, быстренько, хоп, и на 20 минут. 20 минут ходим, водой все это дело смываем и приступаем к покраске. Волос немножко наш должен получше впитывать ее потом. Ну, посмотрим заодно, потому что последние краски у меня с вот этими вот оттенками 8.1 и сиреневый, которые брала, я не помню, чем уже мы с вами в последний раз красились. Давно было, большой у меня перерыв был. Вот так прям руками. Все по всей голове. У меня уже сна выходила. Мне это не нравится, поэтому мы с вами вот такую вот технику и применяем. Вот прям вот так. по всей голове. Все, я прям быстренько, буквально за минуту все это дело сделала. Сзади как следует. Сказала вам, начну, да? Сзади, где у меня самая проблема, место все равно началось спереди. А потом жалуюсь, что там хуже прокрашивается. Но я быстро за минуту все распределила, чуть-чуть помассировала. 20 минут ходит, потом смываем. Вот такой еще интересный рома бокс от Ранде Ву. Это номер 21, топ-8 ароматов Том Форд. Что-то покоряет мне в последнее время Том Форд, особенно ароматом черри. Мне очень нравится. Я прям обожаю Лос-Черри вот этот вот, да? Я решила попробовать его подборочку. Вы знаете, мне понравилось все. Вот абсолютно все. Вот все носибельное, все классное, все интересное, все суперское. Есть мощные ароматы, например, как вот этот Outwood, Black Orchid. Я уже его тестировала тоже. Табака тоже. Он достаточно такой мощный. Вот эти два аромата. А есть такие интересные. Ну, вот как Лос-Черри. И мне было очень интересно, потестировать Butter Pitch. Вкусно. Вы знаете, вкусно. Вот сейчас опять его нанесла. Такой гурманский аромат. Карамельки, фрукты. Вот карамелька. Вот сейчас карамелька. Когда проходит время, карамелька сначала, когда распыляешь вот фруктики. Он интересный. Мне кажется, тем вот, кому нравится Лос-Черри, понравится и Bitter Pitch. Но мне больше Лос-Черри все равно нравится. Больше, гораздо. Это тоже очень интересно. Он какой-то такой вот, с какой-то ноткой тоже искусственности. Синтетической. Но он прям интересный. На теплое время года. Сейчас вот еще можно потестить, взять, будет хорошо раскрываться. Ароматы громкие все, ароматы о себе заявляющие. Я не могу прям сказать, что какой-то мне не понравился. Мне абсолютно все из этой подборки, из этой восьмерки понравились. Абсолютно все, но они абсолютно все, могу сказать. На холодное время года вот забыла вот этот беленький. И вот сейчас с вами обновим впечатление. Я что-то его подзабыла уже. Я их все ношу по несколько дней, а потом выделяю для себя любимчиков. А нет, вот этот как раз весна. Вот этот весна, этот цветочки, причем флакон соответствует прямо аромату. Цветочки, цветочки беленькие. Цветочки беленькие. Даже где-то жасмин. Сакура, Орхидея, вот что-то такое. Он легенький, но ноты все громкие. Он легкий, он цветочный, но он такой о себе тоже заявляющий. Не водичка на полчаса, как бы, да, испарится, а он вот один пшик, и вы будете ощущать его долго. Все ароматы Тумфорд стойкие. Мне очень понравилось. Ландыш, жасмин прям здорово, классно. Вот это вот весна, вот это весна. Сейчас буду пока доиспользовать все остальные, а дальше самым последним пойдет у нас What You It. Нравится, нравится. Выделяю для себя любимчики Тумфорд Ласт Черри, White Sweet, Блокархит, мощный, классный. Последний аромат тоже очень понравился. А так буду дальше носить, буду тестировать. Те, которые уже мне нравятся, буду брать в большом объеме. Очень люблю этот формат, потому что распылитель, вот когда пробник без распылителя, маленький, допустим, как Фаберлик, ароматы потом отличаются от флакона. Вот действительно отличаются. Во-первых, аромат при распылении он другой. Он другой, он по-другому играет, нежели его палка, его мазюкаете себе по коже. Или даже на Блитр, или на что угодно. Но вот другой. Соглашусь со многими девчонками, кто пишет об этом, да, он другой. А когда пробник с распылителем, можно абсолютно достойно поносить на одежде, на коже, где угодно. То есть распылить облаком, посмотреть, как раскрывается аромат. Гораздо удобнее. Тут полтора миллилитра в каждой штучке. И цены на аромабокс абсолютно разные. То есть и скидки бывают часто. Сейчас, кстати, скидочки тоже, праздники, скидки хорошие. Так что вот так, мои хорошие. Мне очень понравился аромабокс. С удовольствием буду носить их все на себе. Все смыла. 20 минут подержала. Сейчас будем с вами замешивать. Как всегда, кисточку не найду. А краситься мы с вами будем на шестерке. Шестерка, правда, у меня поинтовская, но я думаю, ничего страшного. Краски буду использовать, скорее всего, две. Так, 8, 21. Скорее всего, целиком. Сейчас посмотрю, какой тут у них объем. Потому что хочется... О, у них большой объем. Слушайте, наверное, по половинке. Сейчас замешаю здесь. Сколько у нас? 100 миллилитров. По 50 миллилитров, в принципе, должно хватить. Давайте пробовать по половинке. Запечатанные. В чашечку выдавливаю. Ой. Ой, девочки. Сейчас покажу. Ничего себе. 8,71. Офигеть. Прикол. Так, и следующее. 8,1. Фиолетовая краска, желтая и рыжая выглядит в чашке. Так, 8,1. То же самое. Прокалывает. Ну, это беленькая вроде. Так, половиночку тоже выдавливаем. Так, еще буду добавлять, наверное, сейчас посмотрю, как он выглядит. Ну, корректор. Чуть-чуть. Корректор поменьше объемом. О, смотрите, какой-то розоватый. Наверное, сантиметр. Да, хватит. Посмотрим, что выйдет. Если что, потом на нем тонироваться буду. Сантиметрик положила. Так, и теперь окислитель сюда. Приблизительно сейчас такое же количество. Я не замеряю прям точно. Точно я приблизительно такое количество, как краски, фигачу на глаз. Замешиваем все. Кисточку косметическую только нашла, но чтобы хотя бы перемешать. Вот, даже при смешивании получается маловато. надо еще добавить он сжижи. Так. Замешиваем и наносим на волосы. На мокрые получается. Опять руками буду делать, потому что кисточки нет. Но краски много, поэтому, когда краски много, всегда окрашивание получается удачнее. Не экономьте в этом плане. Лучше купить вот такой вот профессиональный, где большие объемы и так далее. Чтобы прям волос купался, купался в краске. Я это всегда говорю. Вот если не хватает краски, приходится растягивать, все уже получается. Такая хрень. А когда ее много, все отлично. Волосы забирают пигменты столько, сколько ему нужно. Они столько, сколько мы растянули. Такие вкрапления от краски вообще интересные. Вот такой цвет, вонь жуткая. Но это окислитель. Пойнт шестерочка на Вайл Перес брала. Он недорогой. И краска мне Пойнт очень нравилась. И нравится до сих пор. Так что мы с вами делаем дальше? Дальше все как обычно. Вот сейчас я точно начну сзади. Начну сзади, потому что они тут гораздо темнее. Вот видите, даже вот так, если сравнить. Начну сзади, буду переходить к середине, прям руками вот так буду наносить, промасливать и все. Краски очень много и глаза шрежут. Поэтому все отлично. Руками тоже опять за 1-2 минуты нанесла. Осталось уже, уже набаслякала, все прям. Волос купается. Волос купается, поэтому в принципе в следующий раз даже 1-3 чубика можно. На 2 покраски хватает чубика. Отличненько. Вообще супер классно, здорово. Раствор на волосах приятного пока цвета. Буду держать 40 минут. Посмотрим, что получилось. Ну что, идем смывать. Как всегда почти черный, но восьмерка она всегда так на волосах, а по факту, что получится, потом конечно покажу. Ну что, показываю вам красочку на волосах. Она пока темновато, завтра как раз буду мыть голову и покажу вам, подсмотрится, какой цвет получится. Это то, что я хотела, очень благородный, холодный, сиреневый. На корнях нет никакой ржаны, все отлично, все здорово, все замечательно. Так что техника мордансажа имеет место быть. Вот такой вот цвет. Восьмерка, она всегда сначала темновата, а потом подсмывается и вот прям шик, блеск, красота. Здорово на самом деле, что я взяла вот этот сиреневый корректор, все отлично. В следующий раз уже будем делать, наверное, на тройке вместе с Ляной. Ляна, привет, паровую баню. Паровую, во, сказала. В общем, баню из краски для волос, чтобы их не сжечь так сильно, потому что действительно, хоть и кончики, они осветленные, поврежденные, они впитывают краску больше, нежели корни, да, но тем не менее, цвет получился очень красивый, очень ровный, все здорово. Сейчас попробую вам как-то естественнее передать. Вот такой вот пока цвет, мне очень нравится, безумно прям красивый. Нигде никакой рыжины не прослеживается, все отлично, все супер, замечательно. Завтра помою голову, станет гораздо светлее и еще раз вам покажу. Класс. Ну что, девочки, вот цвет волос, помыла голову, показываю вам. Сейчас нырнем с вами опять под шторку, вот здесь прям лучше всего передается оттеночек. Класс. Вот прям класс, класс. Так, вот так он, наверное, лучше видно. Смылся уже такой яркий пигмент, который был вначале сиреневый, да, и вот холодный, красивый, равномерный цвет, я прям балдею. Вылезаем. О, вот так тоже хорошо передает, но немножко потемнее, чем есть на самом деле. Вот, вот, нет, вот было, вот поймался пракурс, когда было вот то, что надо. Что хочу сказать, я даже больше экспериментировать не хочу, на данный момент это мой идеальный цвет волос, вот как я его представляю, просто супер, мне так нравится, безумно. Это вот когда, помните, первый раз я так красиво покрасилась, но там было посветлее, но сейчас тоже подсмоется, будет так же светло, когда все писали, прям вау, вау, крутой цвет волос, в салоне так не покрасишь, там и так далее, вот это вот оно, вот это вот оно, однозначно и равномерно с техникой мордансаж получается, но теперь я постараюсь их беречь, и может быть с вами только корни будем красить, и все, посмотрим, как будет держаться цвет, но пока вот я помыла голову, с масочками, со всеми делами, держится цвет хорошо, и то, что нужно, и рыжина нигде не вылезла, я счастлива безумно, вот это прям вот обожаю, мое, мне нравится, пока буду все время в этот цвет краситься, в следующий раз буду делать заказ на рандеву, опять наберу себе еще этих красок, потому что вдруг пропадут, а мне очень понравилось, я прям довольна, и волосы, кстати, не пожгла, хоть и не от этой краски был, у нас в кислитель, а поинтовский, шестерка, не пожгла, все отлично, все здорово, какие были, такие есть, все классно, все супер, я довольна безумна, ну и ссылочку на ромбокс, на сайт рандеву, и промокод на скидку 10%, вам тоже оставляю, как всегда, под видео, проходите, смотрите, всех люблю, целую, всем пока-пока, и все.